Тот день, когда спутник Ямал-601 был с успехом выведен на орбиту, Игорь Шмелев запомнил навсегда. Этот человек является руководителем полета космического аппарата. Очень волнительно, когда ты принимаешь управление космическим аппаратом. Вроде у тебя в руке мышка, ты жмешь одну клавишу и наверх полетела телекоманда. Аппарат отзывается и выполняет то, что ты от него просил. И вот уже четыре года с успехом выполняются поставленные задачи. 30 мая 2019 года с космодрома Байконур отправился на геостационарную орбиту Ямал-601. Самый мощный по пропускной способности спутник связи Российской Федерации. Он является частью федеральной целевой программы по развитию телерадиовещания в России. И что немаловажно, его создание было реализовано на внебюджетной основе. Компания «Газпром Космические системы», главный телепорт которой расположен в Щелкове, владеет и управляет целой группировкой аппаратов Ямал. Так, в 2019 году новый спутник заменил на орбитальной позиции 49 градусов восточной долготы аппарат, работавший там с 2003 года – Ямал-202. В отличие от предшественника, который, к слову, продолжает работу, но уже на другой орбитальной позиции, Ямал-601 работает не только в СИ, но и в Кадиапазоне, чья многолучевая зона охватывает наиболее населенную часть территории страны. Это европейская часть России, включая Калининградскую область, Урал, также в зону охвата входит Западная Сибирь. И, конечно, прежде чем аппарат отправился в космическое пространство, для его успешной работы была оборудована инфраструктура на Земле. Как телепорты, так и Центр управления полетом, с земными станциями, с техническими средствами управления, с подготовкой персонала, как оперативного управления, так и послесеансного анализа. Так что, конечно, запуск аппарата – это очень финальный результат этой работы. Это работа для людей, их комфорт и обеспечение качественной связью высокоскоростным интернетом. Как частный потребитель, так и организация, так и крупная корпорация. Мы работаем со всеми. За годы работы Ямал-601 не подвел ни разу. Продолжает и сегодня служить верой и правдой в космосе под чутким руководством профессионалов. И благодаря этой работе даже удаленные и труднодоступные регионы всегда на связи. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.